Сгущенку влию Это Настин Блог Прыщ у меня, наверное, выскочил от нервов Хоть загорелая малышка Знакомый вам интерьерчик, друзья мои Я нахожусь в больнице Потому что уже прошло 6 месяцев Приехала на операцию На третью операцию по ноге Вы меня спросите, сколько можно с ним удохаться И я вам отвечу У меня там куча металла Можно сказать, что я терминатор И мне его нужно оттуда достать Параллельно я уже 10 лет мечтала Как-то улучшить свой шрам Вот этот давнишний с аварией Который у меня на левой ноге, на другой Не буду показывать, чтобы не устрашать Вот И, в общем-то, я попросила врача-хирурга Чтобы он мне его разрезал И заново его сшил Потому что я хочу, чтобы была такая тоненькая ниточка Ну, очень красивенький, чтобы он был Сегодня понедельник А в пятницу я пришла к врачу Просто у меня после отдыха я так набегалась У меня опухла нога Я так нервничала из-за того, что, может, я что-то нарушила там И пришла к врачу И говорю, что вот такая ситуация, что она опухла О, пришел кто-то Пришла медсестричка Сделать мне установку на древнего катетера Короче, наставили мне катетеров Вон капельницы, антибиотиков Всего чего только можно Нельзя Анализы, переанализы Готовят меня к операции Что-то я вам там рассказывала Что я в пятницу пришла вечером к доктору Вот я вспомнила На осмотр Я помню, что у меня вообще должно спустя первой операции Пройти там 8 месяцев До года даже И только потом можно делать Вытаскивать железо Но мы сделали рентген в пятницу И врач говорит Слушайте, да я вас хоть завтра могу резать У вас все срослось Молодая девушка, в общем-то И вот я сейчас сижу уже на подготовке К операции Это волнительный момент Еще бы Я в предвкушении То вкусности, которое мне там колет Сгущенки Я ее называю Операция у меня через 2 часа Я взяла с собой ноутбук, книжку Но что-то сейчас мне не до книжки И буду смотреть сериалы И я хочу вам показать Какой сериал Сейчас Я смотрю Вот, который вот тащусь Я думала, вы все его знали А многие, наверное, смотрели Сейчас Называется сериал Место преступления Нью-Йорк Я на пятом сезоне сейчас нахожусь Мне нельзя кушать с 11 утра Потому что, ну, анестезолог запретил И пить Я так хочу простить Жарать Что-нибудь Хотя бы маленькую Помидоринку Или огурчик Или яблочко Маленькое Ничего нельзя Сказали только после операции А после операции Это будет 9-10 вечера И мне в принципе нельзя Ну, приличная девушка На ночь не ест Но я думаю Мне придется сделать Хоть какое-то Но исключение Потому что я саду с ума И вообще Хотела, чтобы меня отпустили домой А доктор сказал Что мне будет очень больно И смогу уйти только завтра Я становилась на том моменте Когда я это Сидела В береге В носочках И смотрела сериальчики А то ко мне пришли Быстренько Гоп Стоп Трум Пум Пум Все И забрали мне В рене Ой В операционную И чисто я не помню Как это произошло Сгущенку влили Не чувствую ног Вообще Сейчас Они у меня Отмороженные И Так хочется Вкусненько спать Все время Ооо Но налево ноге Мне кажется Начинает болеть Мне сказали Что она Будет больше всех болеть Они бы у меня говорили Что я себе беру И Старый шрам Переделываю Если не говорила Повторюсь Я налево ноге Переделываю Еще Плюс Старый шрам Конечно Просыпаться в больнице Не самое лучшее Хочется дома Потому что дома И стены лечат Но Меня оставили на ночь Потому что я Несла какой-то бред Да и поздно уже было Ну и в принципе Мне сказали Что у меня будут болеть ножки И я дома Сама не справлюсь С этой болью Придется колоть Поэтому Скоро у меня выписка Вот Сейчас мне сделают перевязку И я посмотрю Что мне там наделали Это будет Маленькая Тоненькая ниточка Я его никогда не стеснялась Можно сказать Даже это была моя история Я его даже любила Но Наверное Как любая девочка Я уверена Что вы меня поймете Все Это была Последняя операция В моей жизни Больше Я ничего не хочу оперировать Чистая Смотри Чистая Вот таких Куча скобочек Я их сороконожки называю Но я их чувствую В теле Кстати Пожалуйста Поднимите ножки Да-да-да-да Хорошо И стопу на себя Пальчики Еще 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 Хорошо Еще Еще Поднимаю Вот Все 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 Первое время Он будет некрасивым Некрасивее Чем он был Мне кажется Он уже не будет Может Не Первое время Почему Потому что Он утекает Сами не снимайте Пока ничего Да Хорошо Но он должен быть Очень потом Красивый Да Да Я не нормальный человек Я так рада Весью Скажите Доктор Ну он же тоже Может разлазиться Да Ну Бенда Потом Растянуться Или если Мы 20 дней По Если Вы 20 дней Огренещения Упали Из нагрузки Да-да-да Вы не будете Ничего делать Тогда Там Все Хорошо Пока Все Хорошо Они Они Кстати Как Сережки Блестят Я Как раз Недавно Хотела Делать Пирсинг Хотела Пирсинг Помнишь Друзья Вы можете Конечно Считать Меня Сумасшедшей Но я Все-таки Хотела Бо Вам Сказать Кое-что Если Вы попадете Не дай Бог Не дай Бог Конечно В такую Ситуацию Когда У вас Там Делают Операции Или Перелом Или Еще Что-то Ну Не важно И Вам Приходится Отойти От Своих Дел Приостановить Свою Работу Не Расстраивайтесь Не Кипишуйте Не Унывайте Не Дайте Заполнить Пессимизмом Вообще Свою Реабилитацию Потому Что С С Если Что-то Не Дай Бог Конечно Случилось То Это Не Просто Так Значит Нужно Остановиться На секундочку И Подумать Понять Проанализировать Возможно Это Новый Этап Вашей Жизни У Меня 100% Это Новый Этап Жизни Я Благодарна Что Так Странно Конечно Звучит Но Я Благодарна Что В моей Жизни Произошла Эта Ситуация Я Очень Много чего поняла в общем это была психологическая минутка анастасии кашпировской а вот я уже собираюсь домой увидеть свою мими ну и конечно же буду отдыхать и реабилитироваться кайфовать от жизни потому что буду валяться на диване читать книжки смотреть свой любимый сериал но правда про есть правильную дух а то вы знаете как можно залечь и потом разъесться счастливая настя возвращается домой друзья привет прошло спустя операции пару дней но насти неугомонная и едет в спортзал доктор сказал что мне вообще нельзя стоять одновременно двух ногах можно переминаться и вообще в принципе надо себя поберечь танцевать на концертах нельзя в принципе танцевать нельзя ну и конечно же заниматься спортом тоже нельзя но ноги у меня заживают на верхней этой части прекрасно себя чувствовать поэтому мы сегодня с андреем займемся бицухой и прессом наконец-то я попала в спортзал тренер андрей все вы его знаете иногда он бывает слишком жесток но в данной ситуации он скульптор моего тела потому что я переживаю не потерять форму за время реабилитации тренировать мне ножки нельзя и вообще стоять на ножках мне противопоказано ближайшие 20 дней но андрей предложил мне альтернативу сегодня мы будем с тобой тренировать плечи руки потому что мы можем это делать субтитры я системе питания тренирового андрея всю информацию которую можете получить на хамитский про и обязательно подпишитесь я приехала с отдыха худая и красивая и теперь находясь на реабилитации буду поддерживать свою форму вот если хочешь скажи пожалуйста пару слов про свою систему хамитский про на странице хамитский про вы можете ознакомиться с тренерами в вашем городе а также видеть интересную информацию полезную по поводу питания тренировок и всего что связано со здоровым образом жизни ребята подписывайтесь на хамитский офишал на хамитский про этому супер мега тренер поехали дальше пока пока это был нк блог и настя каменской для того чтобы посмотреть другие видео нужно перейти вон туда ну и конечно же подписывайтесь на все мои официальные странички на мой youtube канал и всем хорошего дня будьте здоровы